Вы наверняка хоть раз сталкивались с тормозами на Android-смартфоне. И да, современные флагманы могут с этим поспорить, но это сперва. Даже православный пиксель спустя полгода может задуматься при переключении приложений. И в целом убеждения о лагах на Android-е не безосновательны. Поэтому сегодня разберемся, откуда лаги растут, заглянем внутрь системы, выясним, какие фундаментальные причины стоят за этим, узнаем о ключевых процессах и ответим на вопрос, почему же Android тормозил, тормозит и, возможно, будет тормозить. Ну, хоть немного. Это Дроидер, с вами Борис Лиденский. Погнали, будет интересно. И оказывается, у этого есть много причин. Про первую вы слышали. Это фрагментарность. Взгляните на актуальную линейку Android-смартфонов от Samsung. Бюджетные серии A и M, флагманская S и складная Z. Причем в каждой по несколько моделей. Например, есть модели A03, A12, A22, A32, A52 и A72. Подобный зоопарк присущ почти любому Android-производителю. Вспомните Xiaomi, Huawei, Sony, Realme. И проблема такого разнообразия в том, что эти устройства только называются одинаково. А внутри мы часто имеем дело с совершенно разным железом, даже в одной линейке. И в первую очередь это процессор. Android-девайсы могут собирать на базе Mediatek, Unisoc, Snapdragon, Google, Kirin или Exynos. А производителей остальных компонентов еще больше. В девайсах могут быть разные дисплеи, сканеры отпечатков, сенсоры камер. И у каждого устройства свое количество оперативки и тип памяти, а значит и разный уровень производительности. Кроме этого, Android запускается не только на смартфонах, но и на планшетах, медиаприставках, умных телевизорах в лучшем случае. А это все разные типы и размеры экранов. А дальше вот что. Чтобы Android-приложение хорошо выглядело на любом устройстве, разработчику нужно адаптировать его код под все конфигурации дисплея. То же самое нужно сделать и софтвердным инженером самой операционки. Вместо того, чтобы создать один макет интерфейса, приходится делать кучу. Понимаете, к чему я клоню? Разработчики Android просто физически не могут отполировать систему под каждую существующую конфигурацию. Чем больше вариаций нужно поддерживать, тем больше упор приходится делать на универсальность, а не на быстрое действие. Более того, за качество операционки и прошивки, спойлер, отвечает не только Google, но и сам производитель. Бывает у вас такое? Идешь по улице, прекрасный солнечный день, и вдруг слышишь. Ветерок шепчет. Проверь почту. Думаешь, показалось? А потом еще слышишь. Залей файл. Место кончилось. Ответь на письмо. Опаздываешь на встречу. У вас 367. Пять четыре сообщения. Все файлы правильные. Перезвони, перезвони. Отвечай на письма. Поздравляю. Это вас засосал вихрь дел. Но не стоит убегать. Управляйте вихрем с помощью системы Яндекс.360. Это множество сервисов, которые точно помогут решить все задачи. Почта, диск, календарь, документы, телемост, заметки. А если подключить еще тариф Яндекс.360 Премиум, то сможете управлять вашей повседневностью с большим удовольствием. Что дает тариф? Во-первых, дополнительное место на диске. Два терабайта на два года. Также ваш уникальный адрес почты вместо стандартного собачка Яндекс. А еще резервное копирование писем и файлов без лимит для фото и видео с телефона на диск и никакой рекламы. И все это за 60 рубля в месяц при оплате за два года. Поэтому скорее переходите по ссылке в описании, подключайте тариф Премиум, а по промокоду APRIL360 дополнительные 10% скидки. Но помните, что предложение ограничено до 30 апреля. Ну а мы возвращаемся к видео. Дело в том, что основа любой сборки — это ядро. Для каждого устройства оно уникально и собирается вендором. Оно создается не с нуля. За его основу берется ядро из ветки Android Open Source Project. Та самая как бы бесплатная версия Андроида. Или от производителя чипсета, если речь идет о Snapdragon. Затем туда добавляются драйверы для отдельных компонентов. Причем некоторые из них уже есть в исходниках Андроида, но многие пишутся отдельно производителями компонентов или самих устройств. Так часто бывает с драйверами камер. Например, если поставщик Sony — понятная камера — важная часть смартфона. А вот драйвера для популярных сканеров отпечатка уже часто бывают в исходниках операционной. И только после этого ядро собирается производителем смартфона и включается в состав прошивки вместе с собственной оболочкой и другими уникальными фичами. То есть каждая компания делает уникальную сборку системы для каждой своей модели. Вот пример из мира компьютеров. Смотрите, под Linux существует два популярных драйвера для видеокарт NVIDIA. Первый — проприетарный, написанный самой компанией. Второй — ну вот, с открытым исходным кодом от энтузиастов. Хотя оба драйвера, предназначенные для одних и тех же графических карт, выполняют те же функции, работают они по-разному. Производительность и стабильность у них сильно отличаются. Один драйвер намного быстрее, другой — намного стабильнее. То есть даже драйверы под одну железку, но написанную разными командами, будут сильно отличаться. Что уж говорить об устройствах, в которых огромная комбинация разных драйверов. А если посмотреть на Apple, то у них все чин-чинарем. Вот линейка 22-го года. iPhone 13, SE, 13 mini, 13 pro. И у них у всех, угадайте, один процессор, а 15 байоник. Поэтому разработчики Apple могут выделить намного больше времени для оптимизации конкретного железа. Да и вообще, можно в любой момент сходить в соседний офис и обкумекать вопросики с софтверными инженерами. Так что, похоже, фрагментарность Android-смартфонов — действительно крупная проблема. Но, с другой стороны, флагманам в последнее время везет. Вот взгляните план обновлений для смартфонов Samsung. Флагманы 2019 года до сих пор получают свежие апдейты, в отличие от бюджетной серии этого же года. Но даже с таким раскладом флагманские смартфоны не всегда летают. Почему же это происходит? Часто можно услышать такое мнение. Android лагает, потому что плохо оптимизирован. И действительно, как мы теперь знаем, отполировать систему так, чтобы она летала на всех устройствах, довольно сложно. И здесь есть вот какой нюанс. С чистым Android, например, на Pixel, действительно все весьма неплохо. Проблемы начинаются, когда производитель начинает докручивать туда свои фичи. И основная подстава в этом графике. Большую часть Android-рынка занимает не Google, а Samsung, Xiaomi и другие китайские производители. Обе компании используют собственные оболочки — One UI и MIUI. И все кастомные оболочки славятся тем, что в них очень много интересных фишек. Но проблема в том, что все они появляются намного раньше, чем в официальной ветке Android годы спустя. Например, длинные скриншоты или тот же режим управления одной рукой. То есть эти функции допиливаются поверх ядра операционки, а значит, не могут использовать все возможные ресурсы. Более того, с этими дополнительными плюшками иногда бывает перебор. Например, в смартфонах Samsung из коробки есть партнерские приложения, которые висят в фоне, их нельзя удалить. А в некоторых бюджетных Xiaomi вообще встроена реклама. Порой функции, которые должны быть полезными, наоборот, сильно замедляют флагманские смартфоны. Подобная проблема была с утилитой Game Optimizing Service от Samsung. Она понижала производительность многих и неигровых приложений в Galaxy S22 Ultra. А некоторые пользователи MIUI рассказывают о снижении автономности в сравнении со сборками, которые основаны на Android Open Source. Например, вот среднее потребление оперативки оболочкой One UI от Samsung. А вот цифры Pixel с почти чистым Android. Мы получаем 254 МБ против 154 для всего интерфейса. И 125 МБ против 75 для лаунчера. Разница более чем в полтора раза. Короче, сторонние оболочки часто перегружены функциями и от этого требовательны к ресурсам. А мы не требовательны к нашим подписчикам. Просто, если вам нравится это видео, кажется интересно и насыщенным, можете нажать лайк, подписку и колокольчик, чтобы другие такие не пропускать. Нам приятно, вам контакт. Но это мы только разгоняемся. Оказывается, причина лагов не только в одном софте. Дело в том, что даже флагманы Android выходят с устаревшим железом. И тут возникает вопрос, а как же свежие Snapdragon, которые рвут всех в бенчмарках? И вообще во все топовые Android ставят аж 12 ГБ оперативки? Хм, а зачем? Смотрите, это архитектура Snapdragon 888. Вот тут у нас важные элементы. Это кэш-память. Зачем она нужна? Это очень быстрый тип памяти, который находится внутри самого чипа. Она не требует постоянного обновления ячеек, чтобы хранить данные, как RAM. Поэтому более энергоэффективна. А так как она находится рядом с ядрами, то и скорость доступа к ней выше всего. И важно, у кэш-памяти есть несколько уровней. Чем меньше цифра, тем меньше объем, но больше скорость. Это L1, L2, L3 и иногда даже L4. Так вот, что есть в Snapdragon 888? Здесь 3 МБ системного кэша, он же кэш 4 уровня, и 6,5 МБ кэш 2 и 3 уровня суммарно. А теперь намажем вторую половину яйца пастой блендомет. Взглянем на процессор А15 от Apple. Здесь одной только кэш-памяти второго уровня уже 12 МБ, а она, напомню, быстрее, чем L3 и L4. И это только для производительных ядер. Еще 4 МБ такой памяти выделено на эффективные ядра, а системного кэша здесь целых 32 МБ, то есть в несколько раз больше, чем у Snapdragon. Да и в более свежем Snapdragon 8 Gen 1 всего 6 МБ третьего уровня. Так что оказывается, в процессорах Apple кэш-памяти быстрее и ее больше. И почему это важно? Дело в том, что такой набор памяти — это ключевой фактор энергоэффективности чипа. Большие объемы кэша позволяют реже обращаться к более медленной и неэнергоэффективной оперативке. Вместо этого процессор просто имеет доступ к своей быстрой памяти рядом. А значит, со многими задачами такой камень будет справляться лучше. Вот для примера несколько тестов энергоэффективности. В большинстве бенчмарков А15 обгоняет все актуальные процессоры для Android-устройств, затрачивая при этом меньше энергии. Если вы думаете, что такое отставание только в свежих моделях, это не так. Раньше ситуация была еще хуже. Например, первый Android-смартфон с 64-битным процессором HTC Desire 510 появился только спустя год после выхода Apple 5s с первым мобильным чипом на 64 бита. Это был Apple A7. Но дело не только в процессоре. Вот, к примеру, память. Смотрите, скорость постоянной памяти в уже стареньком iPhone XS около 600 мегабайт в секунду на последовательную запись и почти полтора гигабайта в секунду на последовательное чтение. А это накопитель Samsung S22. В тех же тестах он выдает 200 мегабайт и 1 гигабайт. То есть сильно меньше. Кстати, вы наверняка замечали, что со временем смартфоны начинают работать медленнее и еле открывать приложение. Это отчасти связано с тем, что на Android есть раздел Cache, в который записываются временные данные приложений и файлы для загрузок из Play Store. Если его не чистить, он может сильно заполнить память и ее скорость снизится. Но главное, что проблема здесь не только софтверная, но и физическая. Дело в том, что внутренняя NAND-память, которая тут используется, изнашивается со временем. И, кстати, это проблема не только Android-девайсов, но и гаджетов от Apple. Чем медленнее память изначально, тем хуже будет скорость ее через несколько лет. Короче, в железо многих Android-флагманов на деле оказывается слабее, чем в айфонах. Хнык. Но, с другой стороны, по цифрам так не скажешь. И, может быть, дело не только в железе. Вернемся к самой системе. Мы привыкли работать на смартфоне сразу с несколькими приложениями. Слушаем музыку в фоне или смотрим YouTube, одновременно скроллим браузер и переписываемся в мессенджерах. Однако такая многозадачность достигается сложным механизмом управления памятью. Ведь ОЗУ — вещь не бесконечная. Если сравнить потребление оперативки активными приложениями, окажется, что в iOS они занимают в среднем на 40% меньше памяти, чем на Android. Почему так? Это напрямую связано с особенностями системы. Дело в том, что большинство приложений под iOS написаны на языке Swift или Objective-C, и при компиляции весь исходный код сразу преобразуется в машинные инструкции, которые напрямую исполняются на процессоре. С другой стороны, многие приложения под Android написаны на языках Java или Kotlin, а это значит, что для их запуска нужна виртуальная машина — Java Virtual Machine. То есть появляется отдельная прослойка. В современных версиях зеленого робота есть переработанный и усовершенствованный алгоритм Java Virtual Machine, который называется ART — Android Runtime. И тут интересно. Суть в том, что сначала весь исходный Java код компилируется на компьютере в файлы .class. Затем они все там же преобразуются в DEX-файлы, которые содержат байт-код. Его все еще нельзя напрямую запустить на процессоре, но он компактнее исходников. На этом этапе выбирается лишняя информация и производится оптимизация. Затем эти DEX-файлы пакуются в единый APK-файл. Вы такой встречали. После этого APK-файл может запускаться на смартфоне через систему ART. И дальше все становится совсем интересно. Смотрите, большая часть этого байт-кода превращается в нативные инструкции для процессора на лету, то есть во время исполнения приложения. Но фишка в том, что после нескольких запусков приложения система сама определяет самые используемые модули программы. И далее часть файлов, которые их содержат, уже компилирует в машинный код. Это делается перед запуском приложения и хранится в таком виде постоянно. А значит, во время работы программы не приходится тратить время на интерпретацию некоторых модулей. Их можно сразу получить готовенькими. В чем подвох такого подхода? Обычная Java Virtual Machine использует оперативку для хранения исходного Java кода и уже переведенного в нативный, а также множество внутренних компонентов для работы и так далее. То есть, по сути, она дублирует исходники и требует ресурсы для важных механизмов. При этом механизм ART преобразует не чистый Java код в машинный, а уже переработанный. Но работает по схожему принципу, поэтому ему присущи те же проблемы с увеличением потребления оперативки. Чтобы это подтвердить, взглянем на еще одно сравнение. В этот раз будет не приложение, а игры. Они сразу скомпилированы в машинном коде, а значит, Android-девайсам не нужно тратить время на преобразование. И тут ситуация совершенно другая. В сравнении с обычными программами разница в потреблении с iPhone уже не 40% оперативки, а в среднем около 10%, что можно списать на различия текстур и так далее. То есть, если приложение сразу скомпилировано в машинный код, оно занимает примерно одинаковый объем и на iPhone, и на Android. Но, как вы поняли, Android не всегда так умеет. С оперативкой есть еще один вопрос. Что iOS, что Android управляют приложениями по схожему принципу. Когда мы сворачиваем приложение, его данные остаются в ОЗУ, но сжимаются, освобождая память под новые задачи. Если ее критически мало, обе операционки убивают данные запущенной программы. Разница лишь в том, что iOS это делает намного реже. Но почему? Когда мы сворачиваем приложение на iPhone, оно меняет свой статус с активного на фоновое. В этом режиме оно все еще может работать и отправлять какие-нибудь запросы, но спустя 30 секунд оно переходит в спящий режим, он же Suspended. В нем программа уже не может исполняться, а только хранится в оперативке. Во-первых, такой подход ограничивает ресурсы, которые доступны приложению. Оно не будет в фоне тратить батарею или нагружать процессор. В Android нет стольких сильных лимитов. Во-вторых, перед переводом в спящий iPhone отправляет приложению предупреждение. И то может быстро освободить оперативку, записав на диск некоторые используемые ресурсы и удалив ссылки на временные файлы. Остальные данные сжимаются в алгоритм и остаются в УЗУ. Кстати, в результате таких операций iOS может уменьшить размер приложений в памяти в десятки раз с 300 мегабайт до 7, скажем. То есть, резюмируем, приложения под Android в среднем потребляют больше оперативки, менее эффективно сжимаются, а еще могут делать в фоне всякие непристойные вещи и тратить ресурсы. Поэтому при равной памяти многозадачность на Android будет хуже, чем на iOS. Видимо, поэтому ее делают больше. Но все эти проблемы в основном встречаются при запуске или переключении приложения. Но почему же тогда мы наталкиваемся на случайные лаги интерфейса и ошибки в запущенных программах? Для этого мы переходим к самому интересному. Покопаемся в самом внутре Android. Давайте представим, как работают приложения в Android. Вот мы нажимаем на нужную иконку, ждем пару мгновений, пока откроется окно и прогрузится содержимое. Но что происходит внутри и скрыто от глаз пользователей в этот момент? Когда программа запускается, система создает под нее отдельный поток. Он называется главным или иногда UI-потоком. В нем исполняются все методы приложения. В том числе там происходят операции с элементами интерфейса и последующий рендеринг. Если все работает в едином потоке, то все операции выполняются по порядку и нам хорошо. Но если перед отрисовкой интерфейса у нас возникнет другая задача, которая требует времени, то могут возникнуть лаги. Например, мы нажимаем кнопку и прежде чем отрисовать новое окно, программа 5 секунд подгружает данные с сервера или из памяти. В таком случае она просто будет неотзывчивой некоторое время и появится надзойливое сообщение «приложение не отвечает». Для обработки таких ситуаций разработчики, конечно, могут создавать дополнительные потоки и выполнять задачи там, но это делается не всегда. А кроме этого, Android может переключиться и на фоновые задачи, скачивать файл или устанавливать обновления. То есть, грубо говоря, в Android отрисовка интерфейса конкурирует за ресурс процессора со всеми остальными задачами и в какой-то момент ей может просто не повезти. Приложения в iOS работают по схожему принципу, там тоже есть основной поток, все дела, но с одним отличием. Рендерингом интерфейса и анимациями здесь занимается специальный отдельный фреймворк, который называется Core Animation. И он все это делает в отдельном потоке. Благодаря такому подходу анимации будут выполняться даже если основной поток занят другой тяжелой задачей. Но это, пожалуй, тема для отдельного ролика. Напишите в комментах, если поддержите. Так что дело раскрыто. Вот он секрет плавности устройств от Apple и неидеальной отзывчивости Android девайсов. Пока анимации в Android прерываются другими задачами, интерфейс в iOS прет как танк и рисует сам себя. Что в итоге? Причин тормозить у Android вроде много, начиная с дикого разнообразия железа, заканчивая фундаментальными причинами в самом ядре системы. Но надо отдать должное инженерам Google, они постоянно прокачивают свое детище. Та же виртуальная машина несколько раз кардинально менялась. Сначала был далвик, потом пришел арт, который затем допиливался с каждой новой версии. То есть внутрь системы каждый год добавляется что-то новое. Но чтобы Android стал идеальным как маслица и лишился тормозов, нужно прежде всего перерабатывать системные штуки. Работу с оперативкой и алгоритмы отрисовки анимации. Надеюсь, вам было убер-интересно в этом выпуске. Мне кажется, кучу информации на вас обрушили, но зато есть что переварить. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Борис Единский, это Дроидер. Подписывайтесь, жмите лайк, колокольчик, не пропускайте другие выпуски. Они обязательно будут. И тоже очень даже не дурные. До встречи в будущем. Или не дурные? Господи, запутаться.